Безусловно, такие кладовки очень удобны. Как правило, люди хранят в них то, что не нужно до поры до времени. Спортивный инвентарь, инструменты, строительные материалы. Но еще они очень опасны. Пожарные не перестают повторять об этом, однако люди почему-то игнорируют предупреждения. Ситуация, когда жильцы домов сами устанавливают кладовки, вполне типично для нашей страны. В каждом многоэтажном доме их насчитывается не меньше трех на подъезд. А в доме номер 25 по улице Бакерманча они вообще расположены буквально через этаж. И это прямое нарушение правил пожарной безопасности. Хранение материалов, веществ в этой кладовке никто не может контролировать, кроме того, кто пользуется этой кладовкой. Как правило, в этих кладовках могут размещаться от продуктов питания до газовых баллонов, которые могут привести к тяжелым последствиям. Но основная опасность заключается в том, что подобные постройки сужают пути эвакуации. Говоря проще, если в доме начнется пожар, а в подъезде есть кладовка, расположенная, например, на пятом этаже, то людям, живущим выше, не остается ничего, кроме как прыгать из окон. Лифтом в чрезвычайных ситуациях пользоваться запрещено, а выход перекрывает та самая злополучная кладовка. Делайте выводы. К тому же, самовольное строительство в подъезде незаконно. Это общая территория, пользоваться которой могут все жители дома. То есть, чтобы построить кладовку, нужно быть собственником площадки. А это, сами понимаете, невозможно. В свою очередь, законы привязации регламентируют такой порядок, что приватизируют и оформляют собственность только лишь свою собственность, что и является квартира. Если выявлено нарушение, сотрудники отдела надзорной деятельности выписывают предписание, в котором требуют демонтировать строение в течение полугода. Если спустя указанное время кладовка осталась на прежнем месте, то управляющая компания подает в суд. И незаконное помещение сносит в любом случае. Если в вашем подъезде имеются подобные кладовки, вы можете обратиться в отдел надзорной деятельности, либо в управляющую компанию.